Слова из Библии. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Случай из жизни – разговор с автоинспектором. Сегодняшняя проповедь Антона взволновала многих. Молодой брат вдохновенно раскрыл тему о необходимости самоосуждения. Он говорил о том, что если мы искренне судим себя за проступки, Бог непременно простит нас и очистит нашу душу от всякого зла. И для того, чтобы мы могли вовремя увидеть свои неправильные действия, Бог дал нам совесть. Совесть – это неподкупный судья, которого нельзя уговорить замолчать, пока мы все не исправим. И только тем, кто вовремя и правильно отвечают на ее тревожные звоночки, Бог поможет сохранить свою живую веру до конца. После окончания христианского собрания Антон вышел во дворик и сел за руль своего старенького, но все еще хорошо бегающего москвича. Сегодня он возвращался домой один. Сестры-старицы, которых он обычно подвозил, не смогли прийти из-за болезни. По дороге, вспоминая свою проповедь, Антон решил в следующий раз продолжить эту тему и порассуждать о том, что такое добрая совесть и как ее сохранить. Он уже свернул на улицу, которая вела к его дому. И тут из темноты появилась фигура мужчины в светящейся форменной одежде. Автоинспектор, а это был именно он, взмахнул своим жезлом и когда москвич остановился, подошел к открывшемуся окошку машины. Коротко представившись, он спросил «Страховка есть?» «Да», — Бойко ответил Антон и, склонившись к ящику с бумагами, начал было искать нужный документ. Внимательно взглянув на него, автоинспектор вдруг приветливо сказал «Ладно, поезжай. По лицу вижу, что не врешь». Поблагодарив его, Антон двинулся дальше и вскоре он был уже дома. Утром Антон проснулся с каким-то неприятным чувством, но сначала никак не мог понять, в чем дело. И тут вспомнил «Страховка». Вчера он сказал инспектору, что документ есть, но не добавил к этому, что срок действия страховки недавно истек. Правда, Антон на днях собирался оформить новый договор. «Да ладно», — попытался уговорить он себя, направляясь на работу. «Я ведь не согрешил. Сказал, что страховой полис есть. А о сроке действия инспектор меня не спрашивал». Он попробовал помолиться, но казалось, Господь не слышит его, что Бог где-то далеко. В этот день работа у него не получалась. Антон трудился в частной фирме координатором водителей такси. В обед ему позвонил его хозяин и напряженно спросил. «Антон, ты сегодня случайно не под градусом? Хотя не думаю, ты ведь христианин. Водители на тебя жалуются. Что такое? Путаешь заказы, направляешь их по неправильным адресам. Что случилось с моим лучшим работником? — Простите меня, — виноватый отозвался Антон. — Я сейчас постараюсь все исправить. — Да уж нет, не будем экспериментировать, — ворчливо возразил хозяин. — Иди-ка ты, дорогой, домой и хорошенько отдохни до завтра. Я уже и сменщика тебя выслал. По дороге домой Антон понял, что причина его рассеянности — вчерашняя история со страховкой. Да уж, проповедую о совести, а сам пытаюсь заглушить ее звоночки. Внутренне осудил себя Антон. Он решил найти автоинспектора и, попросив прощения за свою полуправду, объяснить ему все, как есть. К счастью, Антон запомнил образную фамилию этого работника инспекции — Мышкин. И когда он подъехал к зданию управления, дежурная объяснила ему, как найти нужную комнату. В помещении было три стола, за которым сидели инспекторы. И Антон сразу же узнал вчерашнего проверяющего. Подойдя к его рабочему месту, он с волнением поздоровался. Кивнув в ответ, инспектор нетерпеливо спросил — Что вам нужно? — Я по поводу страховки, начал был Антон. Но автоинспектор тут же прервал его. — Вам в другой отдел. Я этим не занимаюсь. И, опустив голову, углубился в свои бумаги. — Но я хочу попросить у вас прощения, — заторопился Антон. Удивленно взглянув на него, инспектор спросил — Прощение? А за что? Но тут же, видимо, узнав его, добавил — — А, это вы? Но ведь, как мне помнится, у вас со страховкой все в порядке? — Да не совсем, — ответил Антон. — Я вчера вам сказал, что страховка у меня есть, но не объяснил, что срок ее действия недавно закончился. — А, закончился? — Ну, тогда вам нужно оформить новую. Это в соседнем кабинете. — Равнодушно посоветовал в ответ инспектор Мышкин и опять склонился над своими бумагами. — Да, я обязательно это сделаю, — заверил его Антон. — Но вы простите меня за то, что я не сказал тогда все как есть. Отложив в сторону бумаги, автоинспектор поднял к нему удивленное лицо и спросил, незаметно переходя на «ты». «Послушай, неужели ты только из-за этого ко мне пришел?» — Да, — коротко ответил Антон. — А, понимаю. Святым хочешь быть? — насмешливо сузил глаза инспектор. — Хочу, — добродушно подтвердил Антон. — Подожди, да ты верующий, что ли? — тут же, убрав насмешливые интонации, уже более приветливо обратился к нему Мышкин. — Да, я христианин, — ответил Антон. — Понимаете, сегодня весь день мне совесть покоя не дает. У Бога прощения попросил, но он меня еще и к вам направил. — Ну надо же! Интересные вы люди! — воскликнул Мышкин. Он указал Антону на стоящий рядом с ним стул и продолжил уже по-свойски. — Дело в том, что я на днях с таким же, как ты, встретился. В тот день я чего-то злой был и штраф ему вкатил, при том немаленький, да и без особой надобности. А водитель без спора в квитанцию взял, да еще и книжечку мне подарил, там про Христа написано. Потому-то я и понял, что он верующий. Знаешь, мне до сих пор как-то не по себе. За что я его так наказал? По виду он небогатый, а заплатить ему пришлось немало. Никогда меня раньше совесть не мучила, а после того случая до сих пор как-то нехорошо на душе. — Да, наша совесть — это неподкупный судья, — ответил Антон. Ее так просто не успокоишь. Тут Божий порядок есть. То есть, если мы судим сами себя и признаемся перед Богом, то тогда он эту тяжесть сердца непременно снимает. Ведь за каждый наш грех Иисус Христос очень дорого заплатил своею смертью на Голгофе. Антон протянул инспектору трактат с адреса молитвенного дома и предложил. — Приходите в воскресенье на христианское собрание. Там обо всем этом больше услышите. — Может, и приду, — задумчиво ответил инспектор. — Судья-то этот. Как ты его назвал? — А, вот, неподкупный. Проблемки у меня с ним. И бережно спрятав трактат в свою сумку для документов, он твердо добавил. — Так что приду, скорее всего. И спасибо тебе. — Господа благодарите, — ответил Антон. — И до встречи. Назад он шел легким шагом, радуясь тому, что вот теперь может дерзновенно проповедовать другим о доброй, то есть чистой совести. И самое главное, он чувствовал, что Господь опять с ним, что он рядом. А это такое счастье. О горе тем, чьи души гордо погрязли в самооправдании, когда на совести укоры не отвечают раскаянием и закрывают сердце двери, когда Господь в него стучится, ждут в вечности одни потери для тех, кто не желал смириться. Когда ж себя мы судим строго, Иисус всегда дает победу, и слезы наши ради Бога нам открывают дверью в небо. Я хочу быть твоим, мой сын и здоровый, я хочу быть чистой, я хочу быть твоим, я хочу быть твоим, твое имя ждать, я хочу быть твое имя ждать, я хочу быть твое имя ждать, я хочу быть твое имя ждать, В этом сутки стоял, раздавлял от тебя. Я хочу, чтобы, парень, почувствовать так, Как тебе благодарен, что любишь меня. Я хочу, чтобы ты твои, твои вера ждать, Ты, ночь, ты, ночь. Я хочу, чтобы, парень, почувствовать так, 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 Я хочу, 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 парень, почувствовать так,